Великая Отечественная война, как известно, унесла жизни 27 миллионов наших соотечественников. И она стала важнейшей вехой в истории России. В Твери традиционно проводится множество акций, посвященных событиям тех лет. Одно из них стало мероприятие в рамках программы «Память народа», проведённое на базе городской больницы номер 7. 22 июня в России ежегодно проходит День памяти и скорби о начале Великой Отечественной войны. 82 года прошло с момента начала одного из самых страшных периодов в истории нашего народа. Память об этих грозных событиях не должна быть предана забвению. В этом уверен руководитель Тверского отделения Российского фонда мира Сергей Рогозин, наладивший тесное сотрудничество с различными учебными и лечебными организациями для проведения мероприятий патриотического характера. Так, 28 июня в рамках программы «Память народная» было проведено мероприятие совместно с профсоюзной организацией 7-й городской больницы. Наш народ преодолел все трудности, которые диктовало нам тогда время. Этого нельзя забывать. И мы сегодня организовали показ фильма о легендарной советской военной разведчице Лидии Базановой, которая продемонстрировала, ну не просто даже чудеса, а, наверное, верх героизма. Лидия Базанова – пример стойкости и храбрости. Настоящая русская женщина. Гражданин и патриот своего отечества. Лидия погибла в 24 года, будучи к тому моменту уже резидентом советской военной разведки. Подробно о ее героической биографии рассказывает фильм, созданный медиахолдингом Тверской проспект «Подвиг разведчицы». Он был показан на торжественном мероприятии. Тверичанам особенно важно знать о таких людях, своих славных земляках, прославивших и свою малую родину, и нашу страну в целом. Вот посмотрев фильм о Лидии Базановой, действительно, мы едем по городу, смотрим улицы Лидии Базановой. И как-то ничто не вкладываем в смысл этих улиц. Но оказывается, за ними стоит большая патриотическая жизнь этих людей. Страшная война проявила истинно героический и самоотверженный характер российского народа. Нынешние поколения должны быть достойны памяти предков. И, конечно, помнить о событиях прошлого, чтобы извлекать уроки и не повторять ошибок. Подобные мероприятия, конечно, необходимы. Их надо было проводить, как говорится, и в прежние годы, и почаще. То есть сейчас совсем отношение другое. Теперь это проходит через душу, потому что мы столкнулись с тем, что может быть, когда историческая память забыта, и когда мы не помним. Нам посчастливилось застать тех, кто прошел войну и может от первого лица рассказать жестокую правду того времени. Опыт общения с ветеранами остается в памяти навсегда, ведь это люди, несущие в себе исторический подвиг. О своей судьбе рассказывает ветеран Великой Отечественной войны Иван Кладкевич, который прошел блокаду Ленинграда, битву в Оржеве и не только. Совсем скоро он встретит свой вековой юбилей. Миллион триста тысяч людей отдали жизнь на нашей Тверской земле. Вот Ржевская битва. Я участник войны, этой войны. В 16 лет я оказался в Ленинграде. В 16 лет, в 1941 году, началось Великое Отечественное война. Война, кровопролитное страшное время. И, как известно, победа достигается не только на полях сражений, но и трудом миллионов людей, в том числе и мирных профессий. В тылу и на фронте всегда нужны те, кто обеспечивают бойцов провизией, вооружением, экипировкой и, конечно, те, кто спасает жизни раненых солдат и офицеров. Врачи – это люди, пожалуй, самой мирной и гуманной профессии, которые более всего нужны в военное время. Медики всегда в первых рядах на фронте, всегда на своих плечах выносили раненых, оказывали первую медицинскую помощь специализированную, ну и всегда выхаживали наших бойцов. Это один из востребованных профессий всегда и в жизни, и на войне. Поэтому мы сегодня проводим в наших рядах такое мероприятие. Говорить о поистине Великой Победе России сейчас как никогда важно. В наше время тему патриотизма и верности своей отчизне является особенно актуальной.